всем привет у нас будет мужское женское в частности отношения тоже с турком но я думаю что такое бывает в браках у всех и в принципе с этой проблемой практически все сталкиваются к сожалению я зачитаю вам сначала письмо вопрос от подписчица потом на него отвечу и мы ждем конечно же комментариев ваших по этому поводу как вы исходили из подобных ситуаций в вашей жизни как вы решали такие хочу поделиться с вами я замужем не 40 лет живу в турции замуж вышла два года назад мужу 47 лет то есть отмечаю что это не ранний брак на 20-летних студентов познакомились в интернете все как обычно у него это второй брак и есть ребенок 18 лет уже в университете учиться я же замужем не было в общем познакомились через год поженились все хорошо родственники у него хорошие люди пожилые родители с ними у меня проблем нет вообще и даже наоборот все отлично с мужем у нас тоже вроде бы все хорошо но периодами мы не понимаем друг друга из-за этого обиды иногда ругаемся такое в принципе да у всех бывает но дело в том что мой муж очень и очень обидчивый когда мы поругаемся или даже ругается то не нужно он может со мной не разговаривать даже если это какая-то не такая важная проблема на мой взгляд а может молчать всю жизнь а это я точно знаю он говорит что да есть у него такой недостаток и ему это самому не нравится например он с мужем своей сестры не разговаривает уже много лет меня тогда еще не было в их семье хотя тот ему ничего не сделал взять просто не делает так как советовал или говорил ему мой муж и вся его семья мама папа и сестры не могут их помирить вот когда мы с ним ссоримся всегда я подхожу первой хочу это здесь отметить хоть виновата и хоть и не виновата потому что знаю он не подойдет и будет молчать до скончания веков а я не хочу терять время на это молчание я хочу жить счастливо в браке это меня потихоньку размазывает что ли я как будто теряю себя и при каждой ссоре и по его мнению я виновата всегда я уже боюсь лишний раз что-то сказать потому что он может обидеться иногда в разговоре я наверное могу что-то сказать на что он может обидеться я даже не знаю об этом потому что мне он это все вываливает при какой-нибудь ближайшей ссоре значит он копит все это еще в себе может он таким образом манипулирует людьми не знаю что думаете как вести себя с ним я ловлю себя на том что не могу быть рядом с ним самой собой настоящий надо же держать себя в руках как говорится а это меня отдаляет от него это ведь мой муж хочется быть естественно рядом с ним только вы не подумайте я ничего такого не утворяю просто нечаянно брошенные слова в шутку или еще что-то может его обидеть он говорит что это не обида а его реакция на то что я неправильно высказалась или типа нагрубила ему и так далее короче иногда и я бываю не права но не всегда же если честно устаю постоянно подстраиваться под него просить прощения галина скажите пожалуйста как мне общаться с ним и что делать немножко разрулю объясню ситуацию почему мотивацию человека он так поступает да это его определенная манера поведения это его некая защитная реакция которая была в нем воспитан скорее всего и даже из детства он всю жизнь так себя ведет то есть и лучше защита нападения у него все всегда виноваты у всех чувств он на всех навешивают чувство вины таким образом он избавляется от собственного чувства вины потому что он не может признать того что он может быть неправ вот он прав всегда есть его мнение скорее всего это мои догадки как бы тут мало информации я самим человеком да не разговаривала но мне кажется что у него есть мнение всегда его и неверное это очень видно в ситуации с зятем вашим взять им его как бы его сестры мужем потому что он с ним не общается обиделся на него потому что он не муж взять этот не пошел не поступил так как советовал не пошел по советам вашего супруга а его это обидело то есть есть его мнение если не по его что-то происходит для него неприемлемо и он опять же этой обидой да это определенная механизм складывается манипуляции людьми он подстраивать ситуации так что он всегда прав если чтобы он был не прав он обижается сам и это кстати от родителей можете как-то про анализировать проспрашивать его детстве он так вел себя с детства родители когда он обижался может быть с ними не разговаривал надувался родители его подкупали конфетами сладостями деньгами вниманием игрушками или еще чем-то то есть чтобы родители дали ему внимание это был такой инструмент манипуляции родителями эта проблема его из детства идет если он обиделся надулся и не разговаривает родители к нему бежали помогать либо вот у него сестра есть какие-то конфликты сестрой скорее всего он так манипулировал внимание к себе если тем более если он старший брат а сестра младше как первый ребенок ей больше было внимание вот этот момент можно уделить этому внимание этому моменту в его жизни возможно поэтому оттуда это пошло такая манипуляция родителями бывает еще если можете поспрашивать он очень часто мог в детстве болеть тоже болезнями внимание второй первый ребенок привлекает когда 2 появляется вот молчание надувание обиды какие-то это все да вы правильно подметили инструменты манипуляции как вам с этим жить эта часть его характера он это может изменить как вы сказали ему это не нравится пусть идет психологу и консультациями прорабатывает это работает это можно изменить если у него будет желание нам честно скажу скорее всего не хочет это изменить чтобы это уже сделал его ему нравится он либо он не знает другой манеры поведения другой схемы как не манипулировать он не может признавать свои какие-то ошибки в жизни если он научится это делать то вот этот инструмент манипуляции через обиды и все виноваты вокруг это все само собой отпадет но этому шаги никакие по ходу не делать не предпринимает его это устраивает но естественно он всю жизнь так себя ведет самого детства сколько он себя помнит ему так просто комфортно не хочет меняться для вас вывод если человек не хочет меняться вам с ним некомфортно делайте вывода вам не по пути просто с этим человеком да можно сказать ой да что я не буду разводиться да я уже например мне пара детей там рожать у меня уже возраст ему 47 лет уже тем более ему 47 лет это уже говорит о том что это у сложившийся у костенелый человек костенелый в плане психики его ничего не будет менять он не захочет как там в 50 лет уже обувку не меняет он не ему не 20 не 30 лет даже не 40 ему уже больше гораздо ему к 50 плюс у него уже прошел кризис скорее всего среднего возраста где его характер вот эти все поведенческие всякие моменты укрепились уже лет 10 назад как это прошло поэтому я не думаю что он будет меняться тут уже вы решаете насколько ваш не комфортно удобно и что вам с этим делать в плане принимать такого мужа такой какой есть или нет он всегда будет таким надо с этим либо смириться либо от этого уходить если понимаете сказать что да я так и буду жить до конца своих дней мне нормально я где-то буду умалчивать это хорошему не приведет вы вас уже это сейчас точит потихоньку изнутри поэтому вы мне написали поэтому у вас с этим проблема вас это раздражает уже у вас начинается больше конфликтов вы чувствуете вы знаете в чем проблема вы чувствуете что мужчина ему это позволяет с вами не очень красиво общаться вас обижает это обижает когда вас всегда в любой ситуации вы не правы плюс он главенствует над вами есть его мнение и только неверное вы вообще никто вы не личности и просто из этого исходит все вы так себя ощущаете да у вас складывается впечатление что у вас понижается самооценка он над вами главенствует у вас потом не будет права кого-то голоса вы потом и не захотите и как-то себя лучше делать какое-то мнение у вас свое пропадет его не будет потому что есть муж который все решает и либо если я что-то не так говорю муж всегда вывернет так как ему это нужно это может быть только начало этого у вас еще не началось но я предполагаю что такое может быть в будущем если ситуация не изменится ваша проблема в том что вы идете первое при конфликте и вот эта мотивация то что вы я не хочу терять время он хочет а он хочет терять время ему не стрёмно хотя у него он старше вас у него время быстрее уходит а он хочет терять время он свое я показывает он убежается он вами манипулирует в какой-то степени да вы правильно это подметили тогда делайте вывод зачем вы бежите и миритесь не миритесь молчите да ругайтесь во первых чтобы найти ваше личное я как бы в плане если семью брать только один будет все замалчивать вас это просто на какая-то накопится в итоге выльется в другие конфликты в какие-то проблемы у вас все равно шито гладко пока вы молчать будете не реагировать не будет пока будете как овечка киратик да я виновата да я опять что-то плохое сказала но потом найдет чему еще придраться поверьте дело-то не в конфликтных каких-то ситуациях они будут еще появляться в дело в нем как в человеке ему это кайфа определенно доставляет он так себя просто умеет вести а вы себя теряете ваша жизнь проходит вот об этом вы должны скажем так и задуматься и если вы будете вот так вот кивать покорно и говорить все да ты прав вы себя потеряете в итоге и вам будет некомфортно вы у вас будет низкая самооценка и вообще это ни к чему хорошему вам как для личности вам это не надо как бы как для отношений семейных я там плохой совет но как для личности вас хороший не бегите 1 во-первых никогда к нему мириться если вы не считаете себя неправильным пытайтесь с ним поговорить выяснить ситуацию разложить по почкам я там сказала так то ты поможет быть проблемы то что вы общаетесь на разных языках у вас недопонимание лингвистическое происходит разные мы вкладываем смысл в какие-то определенные слова потому что у нас разные языки и разные отношения к каким-то терминам каким-то фразам это надо проговаривать я вижу что это не проговаривайте вообще он уходит в молчанку отстраняется и все и он мириться с вами только когда к нему бежите мириться все других ситуаций нет поверните ситуацию чтобы были другие способы решения этой проблемы проговаривать молчит не то ну кей день походила вы опять пытались не помириться с ним и бежать говорить я прости меня пожалуйста я была виновата хотя я не считаю себя виновата нет вы как дипломат пытайтесь ним пообщаться прям так можете говорить я не пытаюсь сейчас помириться давай определимся разъясним ситуацию чтобы у нас не было недопонимание с тобой и вы обсуждаете эту ситуацию попытайтесь с ним говорить не хочет молчит окей оставляйте три дня прошло попытайтесь снова пытайтесь быть дипломатом но не складывайте свою голову на плаху где вам ее секут потому что в итоге это приведет к очень плохим последствиям то уже эти последствия эти изменения вас вы не можете быть открыты вы себя контролируете вы уже неестественно с ним себя ведете с мужем вам не приятно вас понижается самооценка уже целый букет у вас начался такого невроза небольшого вам зачем нужен да будьте дипломатом при этом не позволяйте своей самооценке падать вы не обязаны бежать извиняться если не считаете себя виноватой либо не правой в этой ситуации вы это должны понять так как у вас уже низкая самооценка вы на это плюете наступаете себе на горло своей гордости какой-то какой-то правоте определенной вы тоже запихиваете в какой-то знаете сундучок и закрываете ничего это прав только он нет он вообще в итоге потом с вашим мнением считаться не будет потому что вы всегда уже вот прибегаете и все ему ты прав нет 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 два года это маленький срок сейчас идет это определенный момент притирки вашей и вы должны показать свой характер и свое поведение будьте дипломатом будет молчать ходить его проблемы молчите также с ним если вы решите что дипломатически не получилось извиняться вы решили не будете потому что вы не правы в этой ситуации не прав он тоже молчите бойкотируйте да пусть блин долго это продлится вы отстоите свой стержень себя свое мнение в конце концов вот это поймите будьте более хитрый но никогда не идти в хитрой в плане можно как-то подстраивать примирение чтобы он захотел идти мириться по-женски вам я не могу сказать что-то конкретно это ваши женские какие-то штучки семейные с вашим в отношении с вашим мужчиной каким-то образом не манипуляция сексом тоже это не вариант это тоже делать не нужно какие-то женские хитрости еще что-то у меня например на знакомые с мужем ругаются не бывает там максимум них что-то было две недели они не разговаривали в россии кстати не турок муж просто такой обидчивый тоже человек она также постаралась первые наверно года три после свадьбы вот он пример кстати она подстраивалась он вообще простите охамел обнаглел в итоге все должно было быть по его она же все вот так вот прибежит я и в принципе почему я вам такой же совет даю как и ей я и вот эти советы давала когда-то мы с ней как психологом со мной общалась и у них дошло до того что она началась ему противостоять из принципа говорил нет в этой ситуации ты не прав признай это признал извини за то что ты меня обидел вот такая схема была признал но не надо перегибать да то что во всем ты стал теперь не прав нет 50 50 как то тоже надо это лавировать такие ситуации и он сначала еще не понимал как как я могу быть неправ спустя долгими такими стычками боданиями где-то полгода они научились она его научила уважать себя что принимать что он может быть неправ какие-то ситуации бы вы были очень показательны где он действительно очень некрасиво поступал неправ был какой-то был неверен не на верном пути она это очень сильно показывала и в итоге мне он и дошло не то что там до развода склад ты либо со мной идешь решать проблемы обговаривать либо разводимся потому что это не жизнь я не могу всегда свое мнение себе куда-то в попу запихивать простите язык молчать я тоже имею право голоса я тоже могу быть права в чем-то а то у нас какой-то деспот семейный получается он всегда прав все по его в итоге получить в итоге они примирились и вот не разговор у них до двух недель доходило когда она вот стояла самое главное стоять на своем вот это стержень не покоряться и не идти просить прощения когда вы не считаете себя виноватым вы должны сесть потому что это получается позиция один выше другой ниже у вас должна быть как у партнеров равная позиция в отношениях партнерских и вы должны садиться за стол переговоров дипломатически общаться вот моей подруги было так что муж первые дни вообще не контролировал не общался ну то есть не контролировал просто домой ночевать приходил не ел то что она готовила она перестала ему готовить в итоге как ругается дома теголяк она поела в кафе в ресторане или себе что-то приготовила ему ничего готового нет но это немножко неправильно понятие когда вы ругаетесь с мужем там еда в доме как-то для галочки все это должно оставаться без любви эмоции вот таких дорогой тебе блюд блюдца да но манипуляция сексом едой такими базовыми какими-то потребностями по маслоу пирамиде это неправильно это очень сильно отталкивает и отдаляет моральные вот эти штучки вот я вам рассказываю это не трудно очень объяснить дать пример потому что вы в это в отношении своего мужчины это можете только прочувствовать узнать переглядки какие-то еще что-то какие-то у вас семейные дела может быть есть какие-то поездки к родственникам общение все такое прочее тем тоже можно каким-то образом манипулировать и пытаться помириться или еще что-то повод для примирения должен быть но я так скажу что такая ситуация не безвыходная даже упертый вот такой самец как у моей подруги муж это была ломка и я вот так скажу под итог сделаю ваша ошибка вы стали идти мириться вам жалко времени что мы будем в конфликтах а свое я вам не жалко получается свое самоуважение своей самооценки вам не жалко вот вам результат с вами вообще считаться не будет вот немножко подальше ситуацию моей подруги когда как произошло через три года с ним все уже не считали семей и муж у нее все за нее решал с ней вообще не советовался ни по каким вопросам она всегда виновата тоже была не так сказала вообще короче то же самое огнобление у нее начал самооценочка падать то все то же самое вот я к тому что это не безвыходная ситуация все это можно поменять главная ошибка женщин идти на потакать наступать на горло своему я своему какому-то мнению полностью стелиться под мужика чтобы ему было комфортно удобно вы в своем случае это называете я не готова не хочу терять время уже взрослые люди на то что мы молчали не разговаривали а вот эта притирка то какая разница вам 40 лет либо 20 мы уже 47 либо 27 притирка характера в двух людей все равно происходит неважно какой возраст будет вам по 80 если люди сходятся при смертном одре уже живут там еще пять лет вместе да они сходятся у них все равно притирка характеров есть возраст на это не влияет возраст только ухудшает это потому что каких-то своих желаний устоев моральных уже больше у человека этим коренеет обрастает как дерево как дуб корой с этим труднее еще бороться но все это просто будете закрывать глаза вашего я вообще не останется и пишите комментарии кто со мной согласен кто не согласен кто также выходил из подобных ситуации в жизни рассказывайте будет очень интересно почитать ваши комментарии дайте совет девушки конкретные практические советы что нужно делать как с ним общаться чтобы ситуация не была такой накаленной и неприятной